друзья привет давно с вами не видели с вами станислав магазин гироскутер shop и я всех поздравляю с началом сезона посмотрите какая прекрасная погода весна лето уже наступает вовсю 20 градусов тепла сегодня сегодня с вами 13 апреля давно с вами не виделись давно не снимали с вами контент давайте с вами сегодня познакомимся с новым электродругом это электроскутер city кока как вы думаете от какой компании внешне думаю многие подумали посмотрели наверное это какой-нибудь от компании skyboard да похож потому что нет это компания куга завод желон куга c7 встречайте друзья поехали и 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 Так, ну что, друзья, в этом видео мы с вами поговорим об этом чудо-звере от компании Kuga. Kuga не перестает удивлять из года в год. И в этом году опять внесла новиночку в ряды электроскутеров. Это CityCoco Kuga C7. Сегодня мы с вами поговорим о его комплектациях, характеристиках и, конечно же, обязательно замерим скорость. Теперь, друзья, многие писали раньше в комментариях, зима, снег, гололед, что ж вы не снимаете. Ну, конечно же, в первую очередь мы всегда не только продаем, но и за безопасное движение, безопасность прежде всего. Поэтому сейчас погода позволяет, как говорится, навалить, накатить и скорость замерить. Поэтому в этом видео не переключайте, смотрите его до конца, будут прикольные плюшки и, конечно же, замер скорости. Итак, друзья, компания G-Long анонсировала новую модель. Это C7, моноприводный скутер. Скутер идет с мощностью 4000 ватт. Но завод Kuga изначально, скажем так, позаботился о том, чтобы в случае, если будет принято решение о каких-либо постановке на учет, либо постановке непосредственно получения прав категории и так далее. Потому что мы с вами не знаем, что будет по правилам движения, ужесточения законодательства по электроскутерам. Потому что это крупногабаритная уже техника, большая достаточно. То есть, поэтому на моторе ничего не пишут. Не пишут мощность моторов, не пишут его реальную емкость, мощности мотора. Но, как завод G-Long заявляется, что здесь 4000 ватт. Но, в принципе, друзья, вы, наверное, многие знаете, что, в принципе, само по себе название Kuga, оно раньше у многих была ассоциация, что ненадежно, некачественное. Но, как, соответственно, Kuga стал зарегистрированным брендом, и завод G-Long только сейчас производит данные самокаты, скутеры, то здесь, в принципе, то, что они анонсируют, внутри, в принципе, так оно и есть. Потому что сейчас они заботятся именно и о качестве продукции, стараются улучшать постоянно какие-то свои модели и, в принципе, заявлять те характеристики, которые есть на самом деле. Поэтому, друзья, давайте вместе с вами знакомиться, смотреть. Что меня удивило, это, конечно, внешнее сходство. Как многих, наверное, тоже любителей электроскутеров, в глаза бросился это похож на скутер, который мы также снимали. Вы видели, это от компании Skyboard, Skyboard Fast. Мы его снимали. Это один из самых блоскоростных скутеров на момент съемок, когда мы его анонсировали. Это было в прошлый год, если не ошибаюсь. Или позапрошлый уже, сейчас немножко перепутал время чуть-чуть. Так вот, внешне он очень похож. По характеристикам тоже сходство имеется. Но, конечно же, здесь есть свои отличия. И отличие одной из самых основных, это сердце этого скутера, это емкость аккумулятора. Здесь емкость аккумулятора составляет 50 Ач. Он идет 60-ти вольтовый. И по заявлению производителя, такой скутер проедет на одной зарядке в районе 100-120 километров. Но мы с вами, друзья, знаем уже, исходя из опыта, что любой пробег, так же, как и скорость, зависит от многих факторов. Я повторюсь, как и ранее говорил, это вес райдера, манера езды и местность погодных условий. Конечно же, данный скутер, исходя из того, сколько лошадей под капотом, на нем и хочется, скажем так, навалить. То есть, гашетка в пол и поехали. То есть, максимальная скорость здесь, по заявлению производителя, в районе 70-75. Но мы постараемся замерить именно максималку на этом скутере. И, соответственно, в этом видео с вами поделиться. Так вот, если, конечно, навалить километров 70, гашетка в пол, то, безусловно, вы там 120-120 не проедете на этом скутере никак. Но если вес райдера там примерно около 60-70 килограмм, и на первой скорости ехать, да, то есть порой на поверхности, то около соточки примерно можно и проехать. Но, конечно же, исходя из опыта, опять же, да, то есть на таком звере ехать 20 километров в час как-то и не хочется, хочется навалить. Итак, друзья, давайте пробежимся по внешним чертам, по комплектации. Что мы с вами видим, да, то есть видим это, начнем с системы торможения. Тормозная система здесь идет одна из топовых, в принципе, как сейчас в современных всех скутерах. Это гидравлическая система торможения с прозрачными бачками. Раньше мы всегда встречали какую-то красную жидкость. Здесь она прозрачная, это гидравлика, тормозная система. Ручки тормозные у нас с вами стоят тоже современные классические. Они идут с регулировкой, то есть ростовки руки. То есть, в принципе, если человек с маленькой рукой, либо большой, можно под себя настроить индивидуально, чтобы было удобно, в первую очередь, для вас. Тормоза передние, задние, стандартные. Колеса. Колеса, конечно, катки, это немаловажная часть, как любой человек. Человек меня поймет, что, в принципе, что на машине, что на мотоцикле, в принципе, на любом технике колеса, это такой, знаете, внешний фактор, который прям вау-эффект придает. То есть, здесь, в принципе, колеса стоят 12-дюймовые, литье. Обратите внимание, все гармонично, красиво смотрится. Что касаемо крыльев, в данном случае, повторюсь, он черный глянцевый идет. Пока о расцветках какие будут, точной информации нет, но вроде как сказали, черный и синий, вот такие цвета будут. Но в основном на черный. Подвеска. Подвеска, в принципе, классического формата, без изменений. То есть, у нас здесь с вами... Она, в принципе, кстати, отрабатывает и очень хорошо. Смотрите, сейчас подножку уберу, чтобы... В принципе, достаточно мягкая, работает. А то бывает, знаете, тоже скутеры некоторой модели, да, то есть, вроде, подвеска есть, визуально нажимаешь, а она дубовая, деревянная. Здесь все в этом плане хорошо. Далее, что у нас, в принципе, освещение. По освещению давайте пробежимся. Фары у нас с вами. То есть, в принципе, диодная такая, линзованная, вроде здесь у нас освещение фары, да, то есть здесь еще диоды стоят. Внизу фары дополнительные стоят. Работают в трех режимах. Ближняя дальность сербоскопа стандартная. Сигнал. Поворотники. Так, фара у нас основная. Включается у нас основной габарит и... Освещение сама фара. Поворотники вы видите сами. Такие, в принципе, симпатичные. Ну, со звуковым сигналом. Кому-то это понравится, кому-то, на самом деле, не понравится. По мне, звуковой сигнал, в принципе, он как таковой особо не нужен. Но, с другой стороны, в этом есть и свой плюс, да. То есть, ну, здесь, как говорится, на любителей, я думаю, что при желании это отключить возможно. Сейчас я включил, кстати, был такой звуковой сигнал. То есть, именно анонсировался о том, что как будто здесь присутствует блютуз. Сейчас мы чуть попозже попробуем подключиться. Посмотреть, есть ли здесь реально блютуз, колонка встроена. И воспроизведем, включим музыку, посмотрим мы, если колонка есть, она заиграет. Вот, поэтому со скутером знакомимся вместе с вами, друзья. Не судите строго, потому что с байком пока пробегаюсь по комплектации, по всем моментам. Вместе с вами повторюсь. Итак, давайте пробежимся по рулевой части. Рулевая часть у нас, руль у вас стандартный, классический. Ничего здесь акцентировать внимания не нужно. Единственное, что система управления. Рукоятки у нас с вами, в принципе, нормально, скользить точно не будут. Все хорошо. Тумблер, включение света. Здесь немножко концепция, она отличается от классических байков. Здесь у нас с вами включается, скажем так, основная фара. Габариты они горят и основная фара, да. Сам, чтобы включить основную фару, вот тут у нас находится кнопка. Мы ее включаем, только после того, как мы ее утопили, да, она зафиксировалась, включается фара. И после этого можно переключать тумблер на ближний и дальний свет. Если вы ее не включите, она работать не будет. Поворотники. Здесь у нас поворотники стандартно. Звуковой сигнал. Питание, подключение фар дополнительных. Вот видите, он работает сейчас в трех режимах. Вот сейчас сробоскоп я включил, мигает. Сейчас он лупит куда-то вверх, но их можно направлять, то есть настраивать туда освещение чуть ниже. С правой стороны у нас с вами идет режимы скоростей, то есть здесь три режима скорости идет. Первая, вторая, третья. Третий у нас спорт режим. Если обратить внимание, так же меняется на дисплее режим переключения скоростей. Дисплей, в принципе, такой стандартный, да, то есть небольшой, но при этом цветной все видно. Показывает и одометр, текущий пробег, заряд аккумулятора и пробег спидометром. Как обычно, из серии всех CityCock большая связка ключей, но при этом я не заметил сигнализации. То есть не знаю, на самом деле, будет ли, скажем так, сигнализация в итоге добавлена в дальнейшие модели CityCock Kuga C7. Но вот пока вот в этой модели, которую мы сейчас с вами снимаем, анонсируем эту новинку, здесь сигнализации нет. Что касаемо аккумулятора. Давайте с вами пробежимся, посмотрим по аккумулятору. Чемодан огромный. У нас находится здесь. Здесь у нас кнопка, во-первых, питания, то есть мы можем автомат отключить. И, соответственно, у вас никакой подачи в аккумулятор не будет. Вы попытаетесь включить... А, он включился. А, нет, это остаточное питание. Я уже удивился, думаю, ничего себе. А тут остаточное было питание. Ну вот, видите, я включил, попытался, он не включился. Потому что мы с вами отключили основное питание подачи, да, то есть ничего нет. Сейчас мы его с вами включаем, все работает. Итак, по аккумулятору. Аккумулятор сразу хочу обратить внимание, у нас быстросъемный. Здесь чемодан. Обратите внимание, друзья, что вы можете заряжать аккумуляторы, как, в принципе, на самом сети Кока, да, то есть вот здесь вот у нас гнездо есть. Сюда это у нас вход, да, то есть получается само питание подключаете. Главное, не путайте. Здесь у нас разъем специально для силового кабеля подключения скутеру, чтобы он непосредственно ездить, кататься. Здесь вот именно зарядное устройство не путайте. Ну, в принципе, здесь я... А, ну вот, да, вы не перепутайте, потому что здесь у вас две, скажем так, вилка такая идет, да, на два гнезда, а здесь у вас на распиновка на три. Поэтому, в принципе, путности не должно быть никакой. Итак, ключи. Давайте с вами откроем аккумуляторный отсек, достанем чудо-чемодан. Опа! Вот это прям колоночка Dolby Digital. Вот такой вот у нас с вами аккумулятор, как производитель заявляет, 50 ампер часов. Но, друзья, наверное, это на сегодняшний день, на момент съемок, повторюсь, сегодня 13 апреля 2021 года. Это, наверное, один из самых емких, мощных скутеров съемки с аккумулятором 50 ампер, потому что других я не встречал. Было 40 ампер, понятное дело, возможно установить еще второй или третий где-то аккумулятор, но, чтобы в стоке в одном аккумуляторе было емкость 50 ампер, это прикольно. Ячейки не разбирали, не смотрели, но, как завод говорит, что здесь ячейки стоят 21700. В принципе, вполне возможно, что здесь реально 50 ампер. Но, я, конечно, сейчас заявлять не буду. Уверен, что у нас получится его в ближайшее время замерить, эту емкость. Но, в любом случае, я думаю, что мы к этому моменту вернемся и замерим, и посмотрим. Итак, давайте аккумулятор мы с вами поставим обратно. Единственное, что, конечно, такую тушку ставить не очень удобно. Но, самое главное, друзья, обращаю ваше внимание, чтобы вы посмотрели, как ставятся аккумуляторы такие. Не верхнюю часть мы сначала загоняем, а нижнюю поставили до упора, до щелчка. Все, у нас зафиксировался, кабели подключили, и все, пожалуйста, все работает. Проблем нет, просто некоторые клиенты ранее на пастах тех же самых спрашивали, как ставят, что-то не получается. Здесь ничего сложного нет, самое главное, правильно это все установить и все. Итак, здесь у нас с вами стоит кофр, открыли его, посмотреть. Но, в принципе, кофр небольшой, крепится на 4 болта, вы видите. То есть, какую-то ручную кладь поставить, в принципе, да, какое-то что-то крупногабаритное для перевозки, конечно, уже будет маловато. Крипция, у нас кофр с вами идет на металлическое основание, оно идет цельно, идет, что-то посмотрим. Да, оно здесь приварено идет к сидушке, к основанию раме. То есть, в принципе, как такового какой-то проблемы, я думаю, что не должно быть. Как вот на некоторых сетяков погремушки, когда я имею в виду, что даже основание, оно пластиковое, да, либо какой-то силу мини там вообще. Здесь, в принципе, оно сделано нормально. Не, не, кстати, друзья. Не, не приварено. Вот смотрите. Вот здесь у нас с вами крепеж идет. Вот здесь вот на шестигранных болтах, вот раз, два, три, четыре, мы откручиваем, и вот эта платформа вся полностью целиком снимается вместе с кофрой. Слушайте, а вы знаете, что мне, походу, здесь еще какой-то сюрприз есть, я только что сейчас заметил. Сейчас вместе с вами открою и посмотрю под сидушкой. Точно. Ага, вот оно что. Смотрите, друзья. Под сидением у нас вот такой мозговитый контроллер, как я понимаю, стоит огромный просто контроллер. Провода. Идут фишки. Так, фишки-то у нас с вами не подключены. Потом посмотрим. Так. И здесь еще дополнительно стоит автомат на отрубление питания. Смотрите. Сделано на самом деле. Автомат на самом деле, как сказать, да, то есть не то, что это необходимая вещь, но с точки зрения меры безопасности, на самом деле, это такая полезная штука. Поэтому многим производителям рекомендую ставить такие вещи. Контроллер вынесен наверх. С одной стороны, это очень хороший плюс, потому что, знаете, друзья, что скутеры сами по себе, я называю их дырявами с точки зрения защиты гидроизоляции. И когда у большинства производителей находятся контроллеры в передней части, вот здесь вот. Кстати, я хочу еще разобрать вот эту часть в магазине, снять, посмотреть, что здесь у нас находится. Здесь проводка идет, но что еще здесь поставили. И когда основной контроллер находится здесь, то, в принципе, когда вы едете по влажной погоде, все летит сюда. Вот здесь вот дырка. Вот, как у всех, в принципе, ситикок. Вот, видите, рука заходит очень спокойно. Все летит вот сюда, и здесь, соответственно, у вас полный, полный, скажем так, сюрприз может быть, если не стоит гидроизоляция. Поэтому, друзья, насчет гидроизоляции, дополнительно скажу, не экономьте, когда покупаете такую, тем более, технику. На сегодняшний день цена, кстати, этого скутера ориентировочно в районе 120-130 тысяч примерно, да, то есть, но точная цена будет, я думаю, что в ближайшее время уже точно устаканена, скажем так, и принято решение по его конкретной цене. Ну, примерно 130 тысяч рублей, вот так вот. Опаньки. А тут, друзья, мы с вами, кстати, я как понимаю, можем увидеть, в принципе, практически полноценный отсек под второй аккумулятор. Да, полноценный отсек. Единственное, что не выведен кабель силовой, а вывести кабель, в принципе, это не проблематично, это возможно. Так что, если, друзья, вам это нужно, это мы можем дооснастить, поставить дополнительные кабели сюда силовой. Докупайте аккумулятор на 20 Ач, ставите, у вас 70 Ач будет сетековка, то есть, соответственно, пробег будет еще больше. Здесь у нас с вами идет силовой кабель, получается, проходит проводка. В принципе, здесь у нас с вами стоит на намотке на фиксаторах таких. В принципе, так сделано вроде как аккуратненько. Посмотрим за подвеску. Подвеска у нас с вами, задняя стоит, как я вижу, стандартная, пружинная. О, друзья, тоже воздушная, кстати, смотрите, ниппель. Слышите? Да. Я понимаю, что это воздушная подвеска с регулировкой, то есть, можно подкачать, усилить ее. В общем, Куга вышел на новый уровень по скутерам CityCoco. И дело сейчас не только бюджетные скутеры, но и топовые. Поэтому, друзья, на самом деле, здесь прям респект. Так, что дальше по крыльям? Крылья у нас с вами, кстати, смотрите, как продумано с точки зрения, да? Это у нас с вами выведено, поставлено усики специально, потому что в первую очередь, что мне бросилось в глаза. Сразу скажу о недостатках, потому что, чтобы вы не думали, что здесь тут только одни плюсы, буду говорить, и только все позитивное и хорошее, да? Если вижу какие-то недостатки со своей стороны, я об этом сразу говорю, если мне это в глаза бросается. Итак, что касаемо крыльев. Если бы усиков не было бы, да, то есть, то вот это вот все, что здесь идет, а вы видите, что на крыле у нас с вами стоит и поворотники стоят, и стоп-сигналы, и габариты. Здесь у нас под крылом идет, видите, провода подключены. В принципе, это на самом деле, даже любые производители, кто делал сочекок, это минус. Не нужно делать здесь, потому что, когда вы едете на скорости, да, то есть, или по неровной поверхности, крыло, оно же играет, и тем самым, соответственно, может у вас притираться провод, и оголиться, и произойти короткое замыкание, и скутер вообще может выйти из строя. Но здесь, в принципе, молодцы Куга и компания, что они подстраховались и поставили усики усиленные, чтобы вот этого не происходило, и здесь стоит, в принципе, оно только достаточно капитально. Но я все равно рекомендовал бы в дальнейшем на своих скутерах, да, то есть, вот это все дело убрать и перенести вот сюда, как некоторые производители это тоже делают, потому что это будет правильное решение. Не будет вот этой головной боли, которая маловероятна, конечно, что здесь вроде стоит усиленно, но, тем не менее, шанс есть, поэтому лучше подстраховаться наверняка. Поэтому, друзья, если, кстати, вам это нужно, мы тоже это можем в нашем сервисном центре сделать, можем перенести вот это вот, перенести на верхнюю часть, да, и, соответственно, доработать любую опцию, которую вы хотите, мы это можем реализовать. Так, в принципе, что здесь еще сказать по скутеру? По ощущениям, по крайней мере, по тяговитости могу сказать, что тянет очень хорошо, но у меня ощущение такое было немножко, знаете, когда вот нажимаешь газ в пол сразу, он как будто доли секунды думает, а потом начинает прям подрывать и прям просто пошел, я как не знаю, там, как Гетер, Ниссан, да, кто понимает о спортивных машинах. То есть, я думаю, вы поняли, о чем речь, вот, и набирает очень хорошо, но доля вот этого вот такого подвисания, оно присутствует. Не знаю, с чем это связано, да, то есть, может быть, именно с мозгами изначально по контроллеру, может, еще что-то, конечно, но, тем не менее, дури здесь более чем достаточно. Поэтому, друзья, кто будет покупать такого плана скутера, имейте в виду, что обязательно надевайте защиту к кипу, не стесняйтесь шлемов и ничего, это, наоборот, круто, это ваша безопасность, это стильно смотрится и красиво. Не обращайте внимания, что мы сейчас здесь немножко небольшие скорости делаем замеры без шлема, вот, катаемся, да, то есть, мы скорость замерять будем только в шлеме, потому что это тоже безопасность. Вот, ну, в принципе, что, давайте, кстати, по заднему освещению мы с вами не пробежались, посмотрим. Потому что хочется уже, на самом деле, поехать, замерить его скорость, поделиться с вами этими впечатлениями. Так, смотрите, у нас с вами сейчас, вот так работают у нас с вами габариты. Сейчас поворотники включим. Так работают поворотники задние. Так, давайте, на самом деле, знаете, что я хочу? Я хочу еще измерить скорость, клиренс этого скутера. Я взял с собой рулеточку, старую, добрую, проверенную. Наша уже на опыте такая. Итак, кстати, сейчас пока не забыл, посмотрю, стоит ли у нас. Да, кстати, друзья, смотрите, тоже реализовали эту опцию. Сейчас стоит скутер на подножке, он включен, я нажимаю газ, он не едет, да. Убираю подножку, он поехал. То есть, в принципе, безопасность вот этого стоит, то есть, здесь датчик у нас с вами на подножке стоит, в принципе. Это говорит о том, что, на самом деле, я сейчас не пиарю Kuga, да, ни в коем случае, но их подход мне нравится, то, что они сейчас начинают реально работать над улучшением и те, скажем так, опции, которые имеются технологичные относительно, да, то есть реализовывать и брать, и ставить на свои устройства. Это круто, на самом деле. Итак, давайте клиренс измерим. 18 сантиметров. Это у нас с вами, давайте, задняя часть 18 сантиметров, а теперь измерим по передней части. Так же? Подножки для заднего пассажира тоже, они присутствуют. Зафиксировался, нажали, выкинулся. Так, ну что, друзья, в принципе, наверное, по этому скутеру, по описанию это все. Сейчас, если я попробую подключиться к Bluetooth, что-то нашло. Да, нашел. Давайте сейчас музыку какую-нибудь включим. По Bluetooth, он находит просто надпись, если у вас включен Bluetooth, находит надпись просто Bluetooth, подключаете его, он автоматом его сразу включает. Так, вот какой-нибудь трек. Ну, конечно, стереосистемная базы, там Dolby Digital, это не назовешь. Вот она колонка, отсюда идет звук, и походу здесь у нас находится с вами, да, вот это все дело, акустика вся. Ну, вообще, практически не слышно, если честно, ну, то есть так, совсем слегка, поэтому, ну, друзья, как-то так. Так, ну что, друзья, в принципе, это все, наверное, пробежались, мы с вами познакомились со скутером. Единственное, что, конечно, я бы, знаете, вот что со своей стороны, изменил бы, может быть, или добавил бы фары какие-то другие, я бы сюда поставил бы все-таки дополнительно, вот с четкой границей поставил бы какие-то архитики, да, вот они есть прикольные. Вот эти вот наклейки Kuga, как-то я бы, наверное, ну, как-то смотрится немножко дешево, я бы их, конечно же, здесь сделал какую-нибудь такую гравировочку, не знаю, или чтобы не было вот этого Kuga G пусть остается, честно, что вот этой вот четкой, четкой границей прозрачной вот этой линии ничего не было, как-то более такое премиально смотрелось бы, здесь то же самое. А так, в принципе, скутер прикольный. Ну что, друзья, поехали кататься, погнали, попробую я покататься на нем, передать, делиться с вами этими ощущениями, как он у нас с вами ездит, сразу включил третью скорость на автомате, ну, такой немножко, вот, как говорю, задумчивый такой. Друзья, сейчас не судите строго без шлема, скорость максимально замерять не буду, просто пока поезжу, поделюсь с вами впечатлением. Там у Ламборджини какая-то выехала, могло с ней подтягаться на дороге. Ну, набирает прям очень хорошо, скорость очень достойная. Подвисание небольшое с самого начала присутствует. Хочется прямо выехать на дорогу, если честно. Так, поток здесь стоит, прям не видно нифига, если честно. Ну, вроде успел, нормально. Ну, понятно, да, что с горки, но, друзья, передать ощущение, это, скажем так, что зверь под капотом скрывается. Который хочет выйти наружу, и прям хочется его, конечно, прям... Замерить максималочку его. Сейчас попробуем это повернуть. Развернуться тоже. И в горочку посмотрим, как он поедет. С машины пропустим. Как он потянет в гору. Сейчас проедет вперед машина. Ну, что, с места начинаем. Поехали. Как-то, поэт, мы снимали видосы ранее на этой горке. Большой наклон такой достаточно. Он не то, что заезжает, он залетает. Причем скорость набирает. Не, мне очень нравится. Управляемость хорошая. Держит дорогу великолепно. Не болтает в стороны. Понятное дело, что сейчас я скорость не замеряю, поэтому без какого-то же без трекера. Но, тем не менее, вот, исходя из того, что на бортовом компьютере пока смотрю, пока у нас как-то так. Ну, вот, многие, друзья, значит, кофр, кофр, классная-то штука, клевая, да, там. На самом деле, кофр, да, это прикольная штука, но... Но звук вот этот, по гримушке, она присутствует. Поэтому, многие, кто спросит, если спросит меня, нужен ли кофр, но если не для больших скоростей вообще, да, то есть так вот, просто вам нужно что-то перевозить, то, да, прикольно. Но вот эта болтушка, вот этот постоянно звук такой, как вы сейчас слышите, наверное, на камеру, не знаю, записывается, не записывается, но... То есть звук такой раздражающий чуть-чуть. Но, хотя, с другой стороны, можно все подшаманить, ничего, как говорится, неисправного и невозможного нет. Можно где-то резиночку подставить, там подложить, чтобы шума этого не было. В принципе, будет нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, друзья, я постарался максимально с вами пробежаться по новому скутеру CityCoco Kuga C7. Приезжайте к нам на тест-драйв, посмотрите, посидите, покатайтесь. У нас скутеров, в принципе, представлено, наверное, один из самых крупных магазинов по Москве. В магазине стоит огромный ассортимент. Это разные производители совершенно, поэтому я вас приглашаю к нам. Магазин находится в территориальном метро 1905 года, самый центр от метро 200 метров 1905 года. Также имеется парковка, это торговый центр электроника на Пресне. Работаем каждый день без выходных. Да, друзья, я вас очень прошу, поддержите, пожалуйста, лайком, подпишитесь на канал, потому что стараюсь, мы все команды стараемся снимать для вас. Что-то где-то, конечно, получается, где-то не получается. Но мы, как говорится, по-простому снимаем, как можем, да, то есть без всяких каких-то там написанных сценариев, просто по-простому, как простые люди. Поэтому, друзья, поддержите, пожалуйста. Ну, удачи, пока.